22 июня в Адыгейском госуниверситете стартовал обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в субъектах Южного федерального округа. Организаторами данного мероприятия пятый год подряд выступает Федеральное агентство по делам национальности и Московский госуниверситет имени Ломоносова. За это время обучение прошли более 10 тысяч человек. В мероприятии приняли участие заместитель полупреда президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Горба, глава Адыгей Мурат Кумпилов, представители Федерального агентства по делам национальностей, а также факультета госуправления МГУ имени Ломоносова. Перед началом мероприятия была объявлена минута молчания в честь Дня памяти и скорби, Дня начала Великой Отечественной войны. Мы рады приветствовать вас на семинарах по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации в Южном федеральном округе. Семинары проводят совместно Федеральное агентство по делам национальности и факультет Государственного управления Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. И позвольте вас поприветствовать от имени Вячеслава Алексеевича Никонова, декана факультета Государственного управления МГУ, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Семинары проходят по всей России уже пятый год, и за время осуществления этого проекта обучение прошли более 10 тысяч человек. В зале, конечно, присутствуют люди, с которыми мы уже встречались ранее, но могу сказать, что программа семинаров каждый год меняется, в том числе с учетом пожеланий слушателей, и адаптируется под каждый регион. Кроме того, с 2021 года обязательной частью программы семинаров стали занятия по Государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Мы проводим для людей, которые работают с этой системой и предполагают, что будут с ней работать, теоретическое и практическое занятие в компьютерных классах. Мы благодарим за помощь в организации семинаров в Майкопе главу Республики Адыгея Мурата Коробевича Кумпилова, главного представителя президента Российской Федерации Южного федерального округа Владимира Васильевича Устинова, кабинет министров Республики Адыгея и Адыгейский государственный университет. Участников семинара поприветствовал Владимир Гурба. Я очень рад тому, что на Адыгейской земле сегодня проводится одно из значимых мероприятий, связанное с тем, чтобы еще раз вернуться к системе подготовки, подготовки по тематике, связанной с межнациональными отношениями. Но прежде чем коротко остановиться на тех проблемных вопросах, которые я хотел сказать, я прежде всего хотел бы всем вам лично передать привет себе от полномочного представителя президента Владимира Васильевича Устинова, который пожелал нам все платформенные работы. Работа наша начинается, мы в самом деле почтили память ее тех, кто в 41-м году встал на защиту мирового сообщества от страшной формы, наверное, чудовищной формы фашизмы, которая подождула под собой уничтожение многих народов. Советский Союз многонациональный, сплоченный, стал на пути и дал возможность миру избавиться от этой чумы. 27 миллионов в жизни, более 27 миллионов 600 тысяч, считается по специальной статистике, мы заплатили дорогой ценой. Возврат к этому не должен был состояться. Больше, чем уверенностью, что 77 лет назад наши отцы, деты, прадеды, добивая фашизм в Берлине, никогда не могли предположить, что когда-то их внукам или правнукам предстоит еще раз спасать мир от этого страшного порока, который в обществе проявляется. Тем более мы никогда не ожидали, что это может случиться с нашим соседем. В своем выступлении заместитель полпреда президента Российской Федерации в Южном федеральном округе особое внимание обратил на информационную политику государства, формирующую личность человека, его мировоззрение и ориентиры. Подчеркнута необходимость усиления в информационной повестке вопросов, связанных с укреплением межнациональных и межконфессиональных отношений. Очень важно понимать о том, что мы должны поддерживать культуру и национальные принципы каждого народа, проживающего в российской государственности. И это правило, которое президентам предвинуло и в послании к законодательному собранию, и в стратегии по развитию межнациональных отношений. И нам важно эти принципы соблюдать всеми организациям нашей с вами работы. Я надеюсь, что сегодняшний семинар совещания еще раз даст нам важную возможность услышать лучшие практики, подключить научное сообщество для того, чтобы если есть какие-то темы, предметы для обсуждения, которые не понимаются с точки зрения организации процесса, для того, чтобы науку помогло нам разобраться в тематической формуле, для них точно так же, по-совночному голосу, я рад тому, чтобы он был очень активным участием, и ГУС занял в этом направлении позицию. Уже неоднократно проводим эти семинары совещания, которые позволят нам дать возможность науке понять узкие места, на которые нужно особо обратить внимание. В своем приветственном слове участника мероприятия, глава республики Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея как место проведения семинара выбрана не случайно. Она по праву считается одним из спокойных регионов Кавказа. Считаю, что место проведения данного семинара совещания, учитывая его тематику, выбрано далеко не случайно. Адыгея по праву считается одним из самых спокойных регионов Кавказа. Общественно-политическая ситуация в республике Адыгея в состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений характеризуется стабильностью. И эта стабильность, между прочим, не сегодня, а во все времена, если мы посмотрим новейшую историю в Российской Федерации. На территории региона проживают представители более 100 национальностей. Существует свою деятельность свыше 600 общественных объединений, в том числе национально-пультуруные объединения. Действующие механизмы регулирования политического процесса в республике позволяют решать актуальные вопросы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. На деле развивают традиции добрососедства. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в республике было и остается одним из приоритетов работы органов власти. Разработана эффективная система мир направлена на сохранение и развитие культурных ценностей народов, проживающих в республике Адыгея, профилактику экстремизма. В рамках поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают социальные услуги, ежегодно проводятся конкурсы на получение из республиканского бюджета грантов назначимые проекты. Бюджет грантов мы с года в год увеличиваем. Будем и дальше поддерживать общественные организации. Утверждена государственная программа Республики Адыгея укрепления межнациональных отношений и патриотическое воспитание. Мероприятие в области национальной политики в Республике Адыгея реализуется в рамках подпрограммы укрепления единства многонационального народа Республики Адыгея на культурное развитие народа в республике. Настоящая подпрограмма представляет собой комплекс организационных, информационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить и решение основных задач в области культурного развития и сохранения политической стабильности в Республике Адыгея. Общественные организации, созданные по однокультурному критерию, в свою очередь взаимодействуют и координируются со стороны Общественной палаты Республики Адыгея, Совета старейшим при главе Республики Адыгея, Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при главе Республики Адыгея. Эти механизмы позволяют снимать потенциально протестные вопросы на начальной стадии их возникновения и, соответственно, нейтрализовать негативное настроение. С приветственным словом от имени руководителя Федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова выступила заместитель начальника управления Федерального ведомства Елена Сапко. В ходе семинара его участники заслушали лекции и приняли участие в практических занятиях.